Искусство без массы или массы без искусства? Похищение картины Куинджи в Третьяковской галерее обнажило несовершенство целой системы. Может музеям стоит перестать гнаться за посещаемостью, а сосредоточиться на своей главной задаче – сохранении коллекции и безопасности фондов? Обсудим это сегодня в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» в студии у нас Светлана Глазунова, заместитель директора Симферопольского художественного музея. Егор Карначев, директор компании, которая как раз-таки и занимается этими средствами защиты и оказывает свои услуги, в том числе, насколько я понимаю, и объектом культурного наследия, музеем, галереям. Господа, я предлагаю для начала посмотреть на это ограбление века. Режиссер, если можно, вывести на плазму видео. Егор, сразу попрошу вас оценить действия этого человека, обведенного красным кружочком. Насколько они профессиональные или же, наоборот, аматорские. Вот он подходит, заступает в красную линию, просто срывает картину и спокойненько себе идет по делам. Вот мы можем видеть его на следующей камере, коридор, обходит колонну и идет дальше. Спокойно, с картиной в руках. Вот, Светлана, насколько такое возможно в крымских музеях? Ну, вот я обратила внимание на экспозицию, мы, в данном случае, идет такая борьба. То есть, создать интересное выставочное пространство, вот вы видите, что там очень много ширм различных, как бы, оно необозримо сразу, единовременно из всех точек. А зачем тогда нужны эти ширмы? Это создается, это дизайн, собственно, который создает некое пространство выставки. Тогда зачем нужен дизайн, в ущерб наследию? Вот не в ущерб, потому что, если работают все системы охраны правильно, то дизайн будет как раз только на пользу посетителей. Егор, что здесь неправильно работало на этом видео? Очень странно, почему не сработали системы периметральной охраны. То, что установлено в наших музеях, я периодически там бываю, точно знаю, что есть защита периметра, пересечение зон. То есть, есть красная линия, через которую грабитель, по данному виду, переступил, снял, и не было даже звукового оповещения, что что-то произошло, чтобы смотритель мог как-то отреагировать. Вообще, как только он переступил за красную линию, должна была сработать сигнализация. Либо же, если мы из ранее сказанного что-то делаем для дизайна, чтобы человек мог хотя бы потрогать какие-то предметы искусства, тогда существуют различные датчики снятия, то есть размыкания. То, что я считаю, необходимо, чтобы присутствовало. Ну, ни там, ни там, ни того, ни другого, видимо. Татьяна, ну вот если говорить об экспонатах крымских музеев, в частности, художественных, у нас есть такие красные линии, переступив которые включатся сирена или датчики? Да, у нас есть аппаратура, которая вот как раз и срабатывает на момент, когда приближается нечто, пересекает вот эту линию, как лазерно, да? Пересекает эту линию на пути к экспонату, сразу срабатывает звуковой сигнал. То есть в этом случае либо не было этой системы, либо она работала неэффективно, либо человек, который должен был следить за ней, не... Ну, возможно, выставочные залы этим не оборудованы, возможно, оборудована основная экспозиция. Выставка привозится на несколько месяцев и уходит. Может быть, для нее сложно монтировать каждый раз это оборудование, может, там были другие системы охраны. Ну, картина Куинджи, это же не... Ну, мы сейчас обсуждаем коллег, которые, я думаю, профессиональные, но здесь сошлось, наверное, несколько обстоятельств. В Третьяковке были картины Крымского музея? Да, у нас три картины из Крыма. То есть они тоже потенциально могли быть украдены? Ну, они крупные по размеру, я не думаю, что это выглядело бы так. Ну, знаете, вот до этого, за день до ограбления, скажи мне, что кто-то вот так вот зайдет в Третьяковку, снимет картину и уйдет с ней, я бы тоже в это не поверил. Ну, в это не веришь, и когда смотришь на эту сцену, но бывают же самые удивительные состечения обстоятельств. Егор, на примере тоже Третьяковки, там вот сотрудники сказали о том, что у них далеко не все картины, как правило, даже не все картины оборудованы датчиками снятия, да, вы их так назвали? Вот, а если говорить о профиле вашей работы, вы вот сталкивались с подобным, я имею в виду, сотрудничеством, да, с музеями, вот насколько охотно-неохотно идут музейные работники на контакт и на ваше предложение усилить безопасность? Идут, готовые, не на все, не всегда есть средства. По мере выделения, конечно же, все устанавливается. Тенденция последних двух лет, мы можем это на примере пожарной безопасности увидеть, как после инцидента с зимней вишней интенсивно начали выделяться средства. Я думаю, что после данного инцидента тоже обратят внимание и будут выделены дополнительные деньги. Так как в существующем нашем железнодорожном вокзале, который сейчас идет на реконструкции, уже устанавливаются камеры, которые непосредственно по программе антитеррор выходят на сервера полиции МВД. И постоянно идет сверка с базы данных преступников, либо лиц, которые в розыске находятся и система оповещает. Я думаю, что в музеях, будем надеяться, в ближайшее время тоже будет обновление систем видеонаблюдения, которые охраняют периметр, по заданному периметру перемещаются и также, конечно, сверяют, синхронизируют информацию с базой розыска. Вот вы сказали видеонаблюдение. А может оно обеспечить безопасность и отсутствие этих мертвых зон, где просто ты не видишь, что происходит? Есть там вор или нет? Его снимает он картину или не снимает? Возможно, конечно. Опять же, в современных камерах непосредственно выставляется периметр пересечения. Если камера видит, что пересекается определенная точка, она подает сигнал на пульт, в данном случае охраны. И охранник непосредственно должен реагировать. То есть по внутренней связи, в данном случае, передавать уже смотрителю информацию, чтобы он обратил внимание на тот или иной институт. Светлана, вот на сегодня, а кто осуществляет охрану у нас в музеях? У нас несколько рубежей. То есть у нас есть охрана, выведенная на пульт, такая сигнализация, которая сработает независимо от физической охраны. У нас есть два поста охраны. У нас есть смотрители, это люди, сотрудники музея, которые... Ну там тоже были смотрители, вот, в Тертиковской галерее. Не знаю, я не могу сейчас осветить вот этот момент, насколько количество смотрителей соответствовало количеству этих мертвых зон, которые просматривают. Ну и с другой стороны тоже, вот смотритель, вот условно хрупкая женщина, да? Смотритель. Возможно такое? Возможно. Сидит на стульчике, смотрит, да? Подошел здоровый мужик, снял картину, ушел. Но она должна подать сигнал, пошуметь. Свистнуть, я не знаю, что... Да, создать ситуацию, при которой все обратят на это внимание. Пусть она личная, она даже не должна этого делать, потому что она просто рискует своей жизнью здоровьем. Егор, а почему вот в этом случае, да, вот на видео мы ясно понимаем, что люди видят, что происходит. Что человек подходит, снимает картину, уходит с ней, да, неудивленно на него смотрят. Но с их стороны никакой реакции. Никто не то, что не попытался там задержать его, да, даже не спросил, что происходит. Какая логика? У нас в последнее время, к сожалению, почему-то очень редко в последнее время посторонние прибегают к помощи какой-то, если что-то происходит. В данном случае я слышал из телеканалов, люди подумали, что это сотрудник музея, так как он свободно ее снял и пошел перемещаться. Как передавать смотрителям? Я думаю, для этого необходимые тревожные кнопки, брелки при срабатывании в той или иной зоне, на посту охраны должна находиться карта электронная, в которой будет обозначена, в какой зоне произошла сработка. И какое-то количество охранников, которые физически охраняют объект вооруженных, будут предпринимать как минимум действия по задержанию, чтобы грабитель не вышел за пределы данного помещения, либо самого объекта. Параллельно выезжает группа быстрого реагирования, которая уже в дальнейшем передает грабителя в органы власти. Ну, явно учитывая, что все-таки в безопасности фондов Третьяковской галереи существуют какие-то прорехи, раз уж все-таки удалось таким образом украсть картину Куинджи, но удалось задержать похитителя благодаря тем же камерам видеонаблюдения, фиксации. Но, тем не менее, он картину успел спрятать, да, и за это время, даже пусть это несколько часов, он успел бы с ней сделать все, что угодно. Господи, может, если бы, условно, какой-нибудь душевнобольной человек бы это сделал, да, он бы ее просто испортил, эта потеря, или если этот человек особо ушлый, он мог бы подменить ее на копию. Кстати, возможно такое? Ведь еще экспертиза не завершена. Ну, будем ждать экспертизы. Будем надеяться, что этого не произошло. Очень жалко. Еще, Слана, говорят, что зачастую крымские музеи, не желая рисковать особо ценными полотнами, выставляют на обозрение их копии. В принципе, нечестно. Ну, вот... Не знаю, не слышала такого. Мы выставляем подлинники. У вас только оригиналы? Да. Ну, вы готовы рисковать, по сути? Ну, мы к этому привыкли. Уровень безопасности Крымского художественного музея, по факту, он выше, чем в Третьяковке, получается? Я бы и так не говорила. Мне кажется, это не очень этичным. У людей произошло горе, на самом деле. Их ждет очень серьезное внутреннее расследование, не только внутреннее, а уголовное дело, которое будет расследоваться. И сейчас на них так валить сильно не стоит. А кто валит на них, собственно? Мы говорим о Третьяковке как в учреждении. Людей мы не затрагиваем, это раз. Во-вторых, каждый должен отвечать за свои поступки, на мой взгляд. Да, каждый. Ну, я думаю, что, ну, там, скорее всего, я говорю, стечение нескольких обстоятельств. Кто-то отвлекся, кто-то при огромном штате Третьяковки, там несколько сотен, даже, может, тысячи человек работает. Естественная реакция подумать, что это сотрудник. А как это, вежливость оружия вора. Вот его спокойное поведение и сыграло, так сказать, вот эту роковую роль. То есть он не нервничал. Вы видели действительно поведение этого человека на камере видеонаблюдения. Многие говорят, что это абсолютный непрофессионал, аматор, который вот просто действительно эффектом неожиданности, где-то, как Светлана сказала, вежливостью добился своего. Но по факту, а может быть, это наоборот суперпрофессионал, который действовал такими методами и действительно хотел продать эту работу? По всей видимости он не первый раз там находился. Возможно, он примелькался самим сотрудникам, потому как-то меньше было на него внимания. И я так думаю, он был осведомлен, либо предварительно попытался пересекать так называемые невидимые границы зоны с целью, произойдет ли сработка сигнализации. — Светлана, если говорить непосредственно о крымском опыте, были ли у нас какие-то попытки в том же художественном музее лишить народа своего достояния? — В прошлом нет. Вот нас так вот обходила эта судьба, хотя, конечно, мы храним очень стоящие вещи, и надо всегда об этом помнить, и все время выполнять инструкцию. Потому что инструкция нас спасает. Она продумана от и до. — Не ждать пока жряние гром действительно? — И написана уже очень давно, да, и продумана очень тщательно. — Ну вот с учетом того, что произошло, не исключено, что в той же Третьяковской галерее, раз уж мы рассматриваем ее примеры, введут досмотр на выходе. Это заявила гендиректор Третьяковской галереи. Вот насколько такое возможно, а может уже практикуется у нас? — Вообще есть вот такой здравый метод, что ты заходишь вообще без вещей в выставочный зал. То есть ты оставляешь в камере хранения все, вплоть до там, ну и не знаю, барсетки, там сумочки небольшой. То есть ты просто идешь, вот не знаю, там с... — С ключиком. — Ну с ключиком от этого. — Который можно картину порезать. — Ну это уже, ну не все же сумасшедшие. — Но мы можем привести пример той же Третьяковки, да, где Иван Грозный, убивающий сына, чуть было сам не был убит. — Второй раз чуть не был убит. Это, кстати, второе нападение на эту картину. Ну все время, да, ждать маньяка, конечно, это сложно так жить. Все-таки будем надеяться на более здравое общество. Но я говорю, что один из методов вот того, что люди заходят без верхней одежды, без крупных предметов в руках, тогда это сразу будет видно, кто с чем возвращается. — То есть по сути это не системная какая-то, не системность какая-то, а вот именно случайность? — Экспонаты должны быть укреплены. Они не могут вот так вот легко сниматься и выноситься. — Ну могут, как показывает практика. — Ну вот это какая-то недостаток развески. Ну вот у нас в музее такого невозможно. — Тогда все-таки люди виноваты? — Непродуманность какая-то. — Ну вот, а вы говорите, давайте пожалеем людей. — Давайте пожалеем. Они вот... — Я не против пожалеть, но вы тут же сами говорите, что, мол, люди виноваты. — За непродуманность. — Так действительно происходит. — Несоразмерно. — Есть примеры других вандальных действий, да, я продолжаю вот тему Ивана Грозного. Да, господи, у нас в Крыму далеко ходить не надо, а памятник вежливым людям. Буквально на днях, да. — Ну это какая-то, да, прошла серия. — Вот если говорить о памятнике вежливым людям, да, или в принципе любом другом объекте культурного, исторического наследия у нас на полуострове, Егор, как оцениваете в целом защищенность такого рода объектов? — В целом идет хорошая тенденция, устанавливается огромное количество камер на автомобильных дорогах, на территориях массового скопления людей, по улицам. Я думаю, что в ближайшее время это будет максимальная защищенность. Конечно, хотелось бы, чтобы непосредственно объекты государственного значения и важности охранялись Росгвардией и к этому более тщательно относились детально. Я думаю, что в недалеком будущем все это произойдет, а по поводу ключей, порчи и картин, я думаю, что сейчас мир современный. Мы очень часто проходим в какие-то государственные учреждения, где выдаются пластиковые карты, присутствие функции Face ID, отпечатка пальца, где человек как гость зашел и зарегистрировался. Также он может подойти к любой ячейке и получить электронный ключ, закрыв ее, и нет необходимости проносить металлические предметы с собой. Я думаю, что мы к этому в ближайшее время дойдем. Кстати, продолжая тему картины Куинджи, там уже массу мемов по интернету гуляет о том, что в основных музеях Москвы и Петербурга наиболее значимых выстроились очереди. Люди по несколько часов ждут на морозе, чтобы с собой унести потом хоть что-нибудь. Это действительно смешно, но и в то же время обидно. А что делать на практике, чтобы минимизировать такие риски? Пусть даже не системные, пусть даже хаотичные, случайные, но тем не менее. У нас в Крыму нужно что-то менять в системе безопасности музеев? Соблюдать инструкции, я так немножко навязчиво об этом говорю, но она продумывает все. От входа человека в музей, о вежливом его обслуживании дальнейшими службами, кассирам, и о работе смотрителя, и дальше у нас работают видеокамеры, которые все фиксируют. И у нас есть посты охраны, физической охраны. То есть, в принципе, если все эти люди выполняют то, что они должны по долгу службы, то это будет минимизировано. А в Третьяковке нет поста физической охраны? Да есть, но они же там оправдывались, как хорошо, что мы, говорит, на выходе не проверяем. Вот и все. На выходе не проверяем, да, человека с картиной, который просто вышел оттуда. Это действительно смешно. Он был. Исполнил, удовлетворял их требованиям. Но, кстати, смотрители, мы о них заговорили, по сути, они становятся, наверное, первым барьером на пути потенциального грабителя к наследию народа. Учитывая наплыв посетителей, их нагрузка увеличивается. А вот подготовка их, как она проходит, ведь это не представители каких-то силовых структур, которые будут крутить руки грабителям. Это вежливая женщина, старушка чаще всего, которая, наоборот, должна создать атмосферу, так сказать, располагающую к встрече с искусством и помочь посетителю проводить его в следующий зал, указать ему дальше навигацию по экспозиции. Конечно, в ее функции не входит никаких силовых действий. И даже желательно, чтобы она громко не разговаривала и вежливо себя вела. Потому что, кстати, жалобы на замечания смотрителя – это наиболее распространенная у нас жалоба, что вот где не дали руками потрогать, остановили, испортили праздник и так далее, встречи с искусством. Так что у смотрителя сложная задача, ведь тем более, что нужно учитывать различные психологические состояния людей, ведь их тоже очень много и разных, которые со своими требованиями приходят. И смотрителю много приходится на себе это выносить. А остановить грабителя, ведь были случаи гибели музейных сотрудников при попытке самим остановить грабителя. Может, в таких случаях стоит набрать таких ребят покрепче, может, там, с ИСТФАКа, например? Не, ну, ребят с ИСТФАКа, они должны зарабатывать семьи и кормить. А это в основном пенсионеры, у них не очень высокая зарплата, поэтому... Ну, такая, не совсем низкая, но все-таки. Кадровая проблема, да, и финансовая, опять же, да? Не для взрослых мужчин. Егор, ну, если затронулись в финансовую сторону, да, говорят, что картина Куинджи, она не была оборудована сигнализацией, по сути. И что далеко не всегда музеи, работы, которые привозят, да, на выставку, они в меньшей степени так трепетно к ним относятся. А насколько это затратное дело? Вот оборудовать картину необходимыми датчиками? Мое мнение, что это не очень затратное, это... Сколько это будет стоить? Вот у вас, допустим, у меня есть картина любимая, хочу ее вот на сигнализацию поставить. Сколько будет стоить? Ну, сховно, если это в комплексе, то комплект датчика на данную картину будет стоить до 1000 рублей. На каждую, которую можно, когда картина уезжает, он снимается и вешается в последующем на последующую картину. Ну, тогда, в принципе, о завышенных каких-то цифрах, да, вообще речь не идет. Это очень доступно, тем более для учреждений, обладающими такими сокровищами. Я потому уверен, что в ближайшее время, сейчас на это обратят внимание, потому что у нас очень строго начали соблюдать закон антитеррора. И меры будут предприняты. Светлана, ну вот, кроме прочего, есть еще такое понятие, как страховка, да? Вот вы, если какие-то картины предоставляете другим музеям на экспозицию, вы страхуете их или они их страхуют? Ну, это обязательное условие вообще любого покидания музея каким-либо произведением искусства. Потому что там соблюдается порядок документов. Одним из них является страхование. Это специально должна быть лицензированная фирма, которая может страховать государственные музейные ценности. Вот средняя сумма страховки какая? Ну, средней нет, потому что есть определенный рейтинг ценовой по произведениям и авторам. Поэтому там каждый раз очень все по-разному. Ну, вот тот же директор Третьяковки утверждает, что страховка, она зачастую, ну и, наверное, это правильно, она не отражает рыночной стоимости самой картины в данном случае, да? Но если в то же время завышать эту сумму страховки, да, то, по сути, увеличится и стоимость организации выставки. Да, страховка входит в стоимость организации выставки, если она завышается выставкам под угрозой срыва, потому что там это конкретные деньги выделены очень заранее, поэтому нужно это учитывать. С другой стороны, никакие деньги не возвратят произведение искусства, оно уникально, в единственном экземпляре и является невосполнимым художественной ценностью. Ну, тогда вот зреет вопрос, который я в самом начале озвучил нашим телезрителям. Может, тогда хватит гнаться за посещаемостью, а действительно в большей мере заниматься сохранением, наверное, объектов наследия? У нас вот насколько художественный музей пользуется популярностью? Ну, у нас 25 тысяч в год нас посещает. Это не очень высокая цифра. Другие наши музеи принимают по полмиллиона, наши крымские, вот южнобережные дворцы в том числе. Другой вопрос еще есть, что посещаемость уже влияет на сохранность экспонатов, на саму амортизацию зданий, которые чаще всего являются памятником культурного наследия. Поэтому тут надо найти золотую середину. Об этом давно говорят музейщики, об этом поднимает вопрос, допустим, Эрмитаж. Ну, вот крупнейшие музеи, которые действительно, они просто уже превышают возможные потолки всех посещаемости. Это начинает влиять на сохранность самих предметов. Ну, надеюсь, что наше наследие все-таки будет в целом. Наш музей пока еще, конечно, не достиг такой посещаемости, и мы к этому и не стремимся, потому что все-таки надо помнить о том, что в музее должна быть музейная тишина, какая-то такая вот атмосфера храмовая, да, то есть не как храм искусства. Слава, поражен вашей любовью к людям, но сегодня вообще неудивительно, учитывая, что у вас день рождения, кстати, пользуясь случаем поздравляю вас. Вам всего доброго. Главное, ценности тех экспонатов, которые находятся в художественном музее. Ну, господа, очевидно, что прошлое действительно дает возможность создавать будущее, но с таким отношением к наследию прошлого, если у нас будущее возникает вопрос, будем надеяться, что все-таки есть. Я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся завтра в этой же студии в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова